Из истории великих научных открытий. Иоганн Филипп Рейс и Александр Грэмбелл. Телефон. Ничто на Земле не может сравниться со скоростью телефона, и не существует более ненавистного прибора. Именно так критики на рубеже веков оценивали достоинства и недостатки телефона. Независимо от того, хвалили их или проклинали, лишь немногие изобретения так повлияли на человеческие отношения, как это сделал телефон, который появился меньше чем 150 лет назад. Это по-настоящему революционное изобретение впервые представил миру Александр Грэмбелл. Он родился в Шотландии и в 23 года переехал в Бостон, чтобы учить разговаривать глухих людей. Вместе со своим ассистентом Томасом Отсоном Белл также изучал характеристики звука. Эти два человека пытались передать речь с помощью электрического потока. Да, свершилось. Телефон вошел в применение. В 1875 году они усовершенствовали свою модель телефона. Это сделало их обоих известными. А Беллу принесло удачу. Но он никогда не отрицал того факта, что главная заслуга изобретения принадлежит другому человеку. Иоганн Филип Рейс разработал свой телефон на 15 лет раньше Белла. Но никто не отнесся к нему серьезно. Рейс — педагог и физик из Германии, из Фридрихсдорфа, городка под Франкфуртом. Он был одержим идеей имитации функций человеческого уха с помощью электропотока. Его искусственное ухо было вырезано из дуба. В нем были сделаны из металла молоток и наковальня. Этот прослушивающий аппарат был подключен к аккумулятору. Когда Рейс говорил о него, аппарат двигался. Этот вибрирующий контактный механизм работает благодаря колеблющейся силе электрического потока. Этим прибором Рейс мог передавать звук на любые дистанции. Он изобрел первый электрический телефон. В 1861 году Рейс представил усовершенствованную модель своего изобретения «Сообщество физика Франкфурта». Чтобы продемонстрировать принцип работы, он играл на скрипке. На этом приборе сила потока изменялась также контактным механизмом, чувствительным к звуку. К сожалению, знаменитые франкфуртские физики не были впечатлены. Они восприняли прибор, воспроизводящий жуткие искаженные звуки, несерьезнее, чем игрушку. Без поддержки Рейс не смог бы выпустить свое изобретение в больших количествах. Таким образом, о телефоне мы узнаем только спустя несколько лет благодаря Александру Беллу. Белл знал об исследованиях Рейса. Соответственно, знал и о теории, что человеческая речь может передаваться электричеством и о механизме, который менял силу потока, соединяясь с вибрациями, произведенными звуковыми волнами голоса. Но Белл не мог претворить эту идею в реальность. Ни один из проектов, над которыми работали Белл и Отсон, не оказались успешными. Даже их музыкальный телеграф. Устройство, с помощью которого они пытались передать несколько разных сигналов по одной линии одновременно. В этот июньский вечер Белл и Отсон даже не предполагали, что их музыкальный телеграф к тому времени был практически телефоном. Добрый вечер, Отсон. Ну, что вы сделали? Добрый вечер. Я сделал новую пару, приемник и микрофон. Отлично. Я создал их точно по вашим эскизам. Вот пластина. А это новая катушка проволоки. Очень надеюсь, что они будут работать лучше предыдущих. Это мы узнаем сегодня ночью. Пожалуйста, идите в другую комнату и приготовьтесь к первой передаче. Музыкальный телеграф имел электромагнит сердцевины из мягкого железа. Как только ток проходил через него, он начинал производить вибрации, которые были едва слышны. Перед каждой попыткой передачи Белл и Отсон должны были точно настраивать приемник и микрофон друг под друга. Несколько месяцев попытки не приносили успеха. Но в этот вечер Белл был уверен, что слышал вибрацию металлической пластины. Что случилось? Я не знаю ничего особенного. У меня возникли проблемы после начала передачи. Я попытался повернуть один из шурупов, но у меня не получилось. Я попробовал повернуть его сильнее, и он скользнул над пластиной. Вот что случилось. Как раз этот звук я и услышал. Вы шутите. Я действительно слышал звук, который вы произвели, поворачивая отвертку. 7 марта 1876 года Александр Белл получил патент на телефон. Он едва опередил своего лучшего соперника. Элайша Грей, изобретатель из Чикаго, приехал в патентное ведомство в тот же день, что и Белл, но двумя часами позже. Эти два часа стоили ему очень дорого. Многие годы Грей сражался с Беллом в суде, пока в конце концов не понял бессмысленность всего этого. Белл начал вести всестороннюю рекламную кампанию. Его говорящая машина была неоспоримой сенсацией на выставке в 1876 году. «Господи, оно говорит...» Это действительно работает. Только спустя год бывший учитель глухонемых из Бостона основал телефонную кампанию. Его концепция состояла в том, чтобы сдавать потребителям телефоны в аренду, а не продавать их. Это была блестящая идея, так как вскоре позволила Беллу практически без ограничений долгие годы контролировать американскую телефонную систему. Пятеро бостонских банкиров положили начало использования телефона «Что вы хотите» и способствовали формированию первой в мире телефонной сети. Телефонная станция находилась в компании охранных сигнализаций «Холмс». Вскоре после этого Белл создал первый телефонный справочник. Даже в таком городе, как Бостон, было лишь несколько десятков абонентов. Но скоро все изменилось. Спустя три года после основания у телефонной компании «Белла» было уже 50 тысяч абонентов. Такие крупные телеграфные фирмы, как «Вестом Юнион», получили от «Белла» права и вступили в телефонный бизнес. Вскоре целые города стали соединяться между городними линиями. Сеть все росла и росла. Первое соединение между побережьями в Соединённых Штатах было завершено в 1914 году. Первый трансконтинентальный звонок сделал сам Александр Белл. Соединения на такие дистанции стали возможны только с использованием в передатчике микрофонов с углеродными гранулами. Микрофоны с углеродными гранулами в то время были в общем пользовании всего несколько лет. Их большое преимущество заключается в высоком КПД. Принцип работы весьма прост. Звуковые волны голоса заставляют мембрану микрофона вибрировать. Мистер Уотсон, подойдите сюда, вы мне нужны. В результате электрод на обратной стороне мембраны давит на камеру, наполненную углеродными гранулами. Давление варьируется в зависимости от вибраций. Электрическое сопротивление колеблется в том же ритме. Поток модулируется с разной интенсивностью и передаётся на приёмник. Долгое время наушник телефонной трубки работал на электромагнитном принципе. Входящий поток проходит через катушки и закручивается вокруг постоянного магнита. Сила магнита колеблется в зависимости от силы электрического потока. Эти колебания заставляют металлическую мембрану вибрировать. Движение мембраны переносится воздухом, и голос звонящего можно услышать. Мистер Уотсон, подойдите сюда, вы мне нужны. В начале 20 века работники телефонных станций буквально выбивались из сил. Сначала эту напряжённую работу выполняли в основном мальчики. Спустя несколько лет телефонная компания и почтовое отделение решили поручить это прекрасному полу, надеясь на то, что женский голос способен лучше успокоить разгневанных абонентов, которым приходилось подолгу ожидать соединения. Мы не знаем наверняка, получилось ли это. Во всяком случае, многие телефонные компании вскоре переключились на автоматические телефонные станции. А это означало появление телефонов с наборным диском. Новый опыт для абонентов. Сейчас практически всё изменилось. Даже машины могут общаться друг с другом по телефонным линиям. Факс-машины сканируют печатный материал или изображение и преобразуют информацию в компьютерные данные. Когда передача данных завершена, они преобразуются обратно в первоначальный вид. И сегодня в трансатлантических звонках нет ничего необычного. Но так было не всегда. Первый телефонный кабель через Атлантику был проложен в 1956 году. Это был гигантский проект. Его протяжённость от Британии до Канады составляла 3619 километров. Толстый медный кабель мог передавать с трансляторов по 36 звонков одновременно. До того, как кабель был опущен в воду, межконтинентальное соединение было возложено на радиолинии. Первая радиолиния была установлена в 1920 году. В то время всемирная связь была фактически одним большим ожиданием, потому что радиолиния может обрабатывать только один вызов единовременно. Но частные разговоры по воздушным линиям были очень захватывающими. И по сей день радиосигналы связывают многие уголки мира. Тем не менее спутники связи на орбите Земли могут передавать тысячи звонков одновременно. Спрос на всемирную связь практически не знает границ. В самом деле небесного пространства для спутников становится всё меньше. Тем не менее на Земле достаточно мест, где успешно используется стекловолокно, которое проводит потоки световых волн огромной мощности. Этот кабель может передавать до 30 тысяч телефонных звонков одновременно. И это не всё. Впервые благодаря стекловолокну появилась возможность передавать речь, печатный материал, компьютерные данные и даже движущиеся изображения по одному соединению. Стекловолокно. Спутники ради телефона. Сегодня телефон является неотъемлемой частью нашей жизни. Кому-то это необходимо для работы, для других это жизненно важный элемент частной жизни, но для кого-то это также стало бременем. Сегодня телефонные линии связывают весь мир круглосуточно. Лишь однажды огромная телефонная сеть Америки обрела полное молчание. Это была минута молчания 6 августа 1922 года в память о скончавшемся в возрасте 75 лет двумя днями раньше Александре Грэмми Белле. КОНЕЦ